Свобода от кармы 23 апреля 1923 года Как мы можем освободиться от кармы? Мы знаем, что карма – это накопленные прошлые действия, которые похожи на неоплаченные долги. Как мы разрушаем действия долга, которые связывают нас? Кажется, что чем более человек идеалистичен, тем больше разочарования он испытывает. Чем больше у нас привязанностей, тем сильнее мы держимся за жизнь. Если мы придираемся к другим людям или слишком активно участвуем в мирских делах, то самое лучшее, что мы можем сделать – это внимательно прислушаться к словам Джинянь. Он говорит нам – оставьте мир в покое и следуйте потоку, который знает путь. Мы узнаем, что время – это всего лишь доля секунды в масштабах вечности. Поэтому значения, которые мы придаем ему и цели, которые мы ставим – все это впустую, ибо это приводит лишь к еще большему накоплению кармы. В какой-то момент мы начинаем искать внутри себя ответы, которые приводят нас к стопам гуру. Его слова изменяют все наше видение. Мы живем так, как нам предписано кармой, до тех пор, пока не узнаем, что карма ограничена миром иллюзий. Ум не способен сказать нам об этом. Только в безмолвии мы можем проникнуть через завесу иллюзий. Тогда мы вспомним слова Джиняне и станем свободными от кармы. Никогда не оценивайте и не судите то, что появляется перед вами. Никогда не обращайте внимания на мир и не позволяйте ему рассказывать вам, как обстоят дела. Мир ложен. В мире живут разные люди, разные животные, разные насекомые, разные птицы. Все смешивается со всем. Ничто не таково, каким оно кажется. Если вы оцениваете и судите мир, то вы очень расстраиваетесь и выходите из равновесия. Лучше обратитесь к реальности, к истине, которая находится внутри каждого из нас. Это истинно заключается в том, что вы – это Вселенная. Вы – это не ваше тело и не ваш ум. Все это – видимость. Вы – это Вселенная. Все, что существует во всей Вселенной, находится внутри вас. Вы породили Вселенную. Если бы вы не существовали, то не было бы никакой Вселенной, как ее нет в то время, когда вы ложитесь ночью спать. Когда вы находитесь в глубоком сне, Вселенная не существует. Вы можете сказать, что она существует, ибо до тех пор, пока вы убеждены в том, что она существует, вы не можете знать, что это не так. Так же и с мудрецом. Он как бы спит, но бодрствует. Вселенной нет, и все же она есть. Что вы видите, когда смотрите на мир? Проблемы, бесчеловечность человека по отношению к человеку? Вы видите то, чем вы сами являетесь. Вот и все, что вы можете увидеть. Каждый из нас подобен зеркалу. Зеркало никогда не может увидеть себя. Оно видит свое отражение. Поэтому, куда бы вы ни посмотрели, вы видите себя. Если вы видите зло, то вы видите себя. Вы видите свое отражение. Есть только одно. Одно все проникающее и вездесущее. Это абсолютная реальность. И это одно вы. Когда вы смотрите на мир, то видите себя. Что еще вы можете видеть? Так что, если вы видите в этом мире неправильные вещи, то не думайте, что в мире что-то неправильно. Посмотрите на себя. Спросите себя. Почему я вижу эти вещи? Почему я так чувствую эти вещи? Откуда взялись эти вещи? И вскоре вы обнаружите, что это вы породили их. И вы измените свой образ мыслей, и тогда все остальное тоже изменится. Измените свой ум, и вы измените мир. Однажды человек шел ночью через парк. И вдруг он услышал, как кто-то кричит ему. «Эй ты, иди сюда!» Он огляделся, но никого не увидел. Он продолжил свой путь, и тот же голос сказал ему. «Подойди сюда, я здесь!» Он посмотрел вниз и увидел сидящую на камне лягушку. Он наклонился к ней, и лягушка сказала ему. «Поцелуй меня, и тогда я стану красной девицей, и сделаю все, что пожелаешь». Человек ничего не ответил, и тогда лягушка повторила. «Ты что, не слышишь меня? Я же сказала тебе, поцелуй меня, и тогда я стану красной девицей, и сделаю все, что ты захочешь». Тогда человек поднял лягушку, положил ее к себе в карман и продолжил свой путь. «И лягушка крикнула». «Эй, я же сказала тебе, что если ты поцелуешь меня, то я стану красной девицей и сделаю все, что пожелаешь». И человек ответил ей, подожди, я решаю превратить тебя в девушку и оставить говорящей лягушкой. «С нами то же самое. Неужели мы все говорящие лягушки?» «К чему вся эта история?» «Кто знает?» «Смех. Интересная история. Как многим из вас известно, я получаю много телефонных звонков. Так вот, сегодня утром мне позвонила одна женщина и задала интересный вопрос. «Если вопрос интересный, то я делюсь им с вами. Сначала я получил на это разрешение у этой дамы. Она сегодня присутствует здесь, так что это нормально. Она спросила. «Роберт, когда я была моложе, то вела очень нехорошую жизнь. Я была самой настоящей сукой. Я обманывала людей, я ненавидела людей. Я делала все, чтобы все было по-моему. Я причинила боль многим людям. И теперь у меня возник вопрос. Можно ли аннулировать эту карму? Могу ли я каким-то образом получить прощение и избавиться от этой кармы? Или она должна вернуться ко мне? То, что я сделала людям? Есть ли какой-то способ, с помощью которого я могу освободиться от этого, от прошлого? Кроме того, экстрасенс сказал, что в прошлых жизнях я тоже была испорченным человеком. Эта женщина хотела знать, что ей делать, и есть ли у нее надежда. Хорошо, мои ответы всегда неоднозначны, так что я сказал ей «и да, и нет». Сейчас мы поговорим об этом. Я спросил ее, могу ли я говорить об этом в классе, и она дала согласие. Таким образом, мы обсудим мой ответ, что я подразумеваю под словами «и да, и нет». Нет, вы не можете аннулировать свою карму. Вы никогда не сможете избавиться от кармы, которая приходит к вам. Это очень трудно сделать. И да, вы можете сделать это. Это зависит от того, кто вы, что вы знаете и откуда вы идете. На этой земле нет ни одного человеческого существа, у которого не возникали бы те или иные проблемы. На этой земле нет такого понятия, как совершенный человек. Эта земля не предназначена для совершенных людей. Если вы хотите быть совершенным человеческим существом, то вы должны отправиться на другую планету. А сейчас вы находитесь не на той планете. На этой планете нет совершенства. Я не шучу. Это несовершенная планета. Такие планеты существуют, но это не принадлежит к их числу. Поэтому, когда человек понимает это, то для того, чтобы аннулировать свою карму, он должен целиком и полностью абсолютно изменить свой образ жизни. И очень немногие люди готовы сделать это. Другими словами, вы должны все изменить. Обратиться прямо в противоположную сторону. Все, во что вы верите, должно быть отброшено. Каждое ваше действие должно быть изменено. Способ, которым вы реагируете на людей, места и вещи, должен быть целиком и полностью абсолютно изменен. Он должен быть изменен не чуть-чуть, а в целом. Другими словами, станьте совершенно свободными и освобожденными, если хотите превзойти карму. Вы должны смотреть на себя совершенно по-другому. Смотреть на людей совершенно по-другому. Смотреть на мир совершенно по-другому. Это происходит очень редко. Очень редко. Потому что большинство людей отказываются изменять себя. Они не хотят этого. Они хотят, чтобы за них это сделал кто-то другой. Они хотят продолжать жить так, как они живут. Конечно, когда вы приходите на сатсанг, с вами начинает что-то происходить. Но я нахожусь рядом с вами примерно два раза в неделю. В общей сложности это получается 4-5 часов. А остальную часть недели вы предоставлены сами себе. Что вы делаете, когда остаетесь одни? Что вы делаете, когда вы предоставлены сами себе? Какой жизнью вы живете? Это известно только вам. Есть ли в вашем сердце милосердие по отношению к людям, местам и вещам? Есть ли в вашем сердце покой? Или вы позволяете вещам беспокоить, раздражать и расстраивать вас? Заставлять вас гневаться и сходить с ума? Изменения происходят в вас только тогда, когда вы целиком и полностью спокойны. Когда в вашем сердце царит покой. И до тех пор, пока внутри вас не произойдут такие изменения, вы подчиняетесь законам кармы. Большинство из присутствующих здесь знает, что в окончательной истине карма не существует. Но какая польза для большинства из нас в том, чтобы встать и сказать, что карма не существует, если она контролирует нас? На уровне интеллекта легко сказать, что нет ни кармы, ни мира, ни освобождения, ни иллюзий, ни Бога. И в окончательной истине это верно. Но истина ли это для вас? Действительно ли вы живете такой жизнью? Или вы просто говорите красивые слова? Люди учатся в школе болтовни, где вы просто говорите, 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 говорите о духовности. Но учитесь ли вы молчать и делать так, чтобы что-то происходило с вашей жизнью? Выбор всегда за вами. Какое это имеет значение, какая разница, что происходит с вами в жизни? Какая разница, теряете вы работу или получаете ее? Есть ли у вас деньги или вы разорены? Здоровы вы или больны? Счастливы вы или грустны? Удалось вам получить то, чего вы хотели или нет? В вашем уме не должно быть никакой разницы. Если бы только вы могли научиться одинаково относиться к этому, относиться как к двум обманщикам. И человеческое хорошо, и человеческое плохо – обманщики. Если вы научитесь обращаться с ними одинаково, то вы увидите, что станете свободными. Но если вы продолжаете реагировать на вещи, то все, что вы делаете, это накапливаете еще больше кармы. Вот и все, что вы делаете. Карма состоит из двух разных частей. Это то, что вы называете кармой бумеранга и прорабдха-кармой. Карма бумеранга – это когда вы наступаете на грабли, и их черенок бьет вас по лбу. Это карма бумеранга, которая приходит к вам прямо. Вы наступаете на грабли, и их ручка бьет вас по голове. Такова эта карма. Когда вы что-то делаете, то это тут же возвращается к вам. Также есть прорабдха-карма. Это ваша судьба, которая приходит к вам из прошлых жизней, от тех вещей, которые вы сделали, когда вы были маленькими. Кажется, что она проходит через время и пространство. Другими словами, кажется, что проходит много времени, прежде чем она вернется к вам. Я пытаюсь сказать, что большинство из нас и понятия не имеет, что припасла для нас карма. Мы можем верить и думать, что у нас все хорошо, что все у нас идет гладко. А затем мы можем сойти с тротуара, на нас может наехать автобус и сломать нам спину. И нас парализует, и мы проведем в инвалидной коляске всю оставшуюся жизнь. Мы не знаем. Ни один из нас не знает, что произойдет завтра. Но вы можете сказать, будете ли вы накапливать карму, потому что вы делаете, потому как вы действуете, как вы думаете и как вы реагируете. И вы начинаете понимать следующее. Все, что случилось со мной, будь это хорошее, плохое или нейтральное, любая ситуация, в которой я сейчас оказался, является результатом кармы. Никто не сделал, чтобы это было так. Никто не отвечает за то, каков я есть. Вот первая истина, которую вы должны помнить. Никто не несет ответственности за то, что вы такие, как вы есть. За то, где вы находитесь. За то, где вы и с кем живете. За это никто не несет ответственности. Даже вы. Потому что вы переживаете свою карму. Если бы вы знали, что происходит, то вы положили бы этому конец. Но, к сожалению, вы не знаете, что происходит. И поэтому вы переживаете карму и различные обстоятельства. У вас бывает разное настроение, разные времена, разные дни, разные недели. Вы попадаете в разные ситуации. К вам приходят самые разные вещи. Важно понимать, что все это карма. Если вы знаете, что все это карма, то понимаете, что если вы реагируете на какие-то обстоятельства, в которые попадаете, то единственное, что вы делаете, это накапливаете еще большую карму. В этой игре под названием «Жизнь» никто не выигрывает и никто не проигрывает. Тут нет ни победителей, ни проигравших. В зависимости от того, как вы реагируете на ситуацию, вы всегда накапливаете ту или иную карму. От вас зависит, будете ли вы видеть это и осознавать это. Если вы способны видеть это и осознавать это, то вы развиваете милосердие и способность пребывать в покое. Вы больше не верите в то, что есть Бог, который сделал вас криворуким, и что вы не способны быть таким, как тот человек или этот человек. Или «я бы хотел быть таким, как тот человек или этот человек». Вы перестаете так думать. Вы смотрите на себя, вы делаете все от вас зависящее, и вы работаете над этим. Но вы должны делать это. Вы должны делать это сами. Вот что я имею в виду, когда говорю, что вы должны обратиться прямо в противоположную сторону. Вы ставите все с головы на ноги. Не имеет никакого значения, что делает кто-то другой. Что делаете вы – вот что имеет значение. Ибо то, что вы делаете, определяет, что будет происходить с вами снова и снова. Итак, мы здесь. Повсюду карма. На самом ли деле вы стремитесь превзойти карму? На самом ли деле вы хотите за реком и полностью избавиться от нее? Тогда вам необходимо обратиться внутрь и никогда больше не реагировать на внешний мир. Поймите, что ваше счастье заключается не в вещах, людях или местах. Оно находится внутри вас. Все, что вы ищете, находится внутри вас. Это первый принцип, который вы должны понять. Все ответы находятся внутри вас. Путь к тому, чтобы стать свободными, внутри вас. Освобождение находится внутри вас. Это все находится внутри вас. Все это не снаружи. Все это уже есть у вас. Снаружи ничего нет. Не обращайте внимания ни на что в этом внешнем мире. Ничего не принимайте всерьез. Вам дано сила для того, чтобы изменить все, что угодно. Вам нужно только признать это. Но эта сила временно бездействует. Она дремлет вас до тех пор, пока вы продолжаете порицать людей, места и вещи. До тех пор, пока вы продолжаете на что-то реагировать. Эта сила не покажется до тех пор, пока вы не начнете признавать ее существование. Принцип номер два. Поймите, что внутри вас есть сила. И знайте, что эта сила превосходит всю карму, которая у вас когда-то была. И эта сила делает вас свободными. Но чтобы она что-то сделала для вас, вы должны призвать ее. Вы должны признать ее. Эта сила превыше любого земного человека, превыше любой земной ситуации, превыше всех явлений. Эта сила может быть названа истинным «Я», абсолютной реальностью. Это то истинное «Я», которое, как кажется, создало карму и способ избавиться от нее. Истинное «Я» – это источник. Источник всего, что только можно себе представить. Ваша задача состоит в том, чтобы слиться с Источником. Ваша задача – это стать Источником. Если вы являетесь Источником кармы, то как вы можете переживать карму? Если вы осознаете, что вы – это Атман, истинное «Я», что вы – всепроникающие и вездесущие, что нет ни времени, ни пространства, то где же может существовать карма, если есть только истинное «Я»? Вы понимаете, что я имею в виду? Существует только истинное «Я». Истинное «Я» – это чистое осознавание, нирвана, сачита нанда, я есть то, я есть. Существует только то и ничего более. Нет ничего другого, только то. Итак, с чем же вы отождествляете себя? С мирскими ситуациями? Вы не отождествляете себя с истинным «Я». Вы не можете отождествлять себя и с тем, и с другим. Вы должны поглотиться в истинном «Я». И это ваш долг. Целиком и полностью поглотиться в истинном «Я». Теперь вы понимаете, почему очень немногие люди могут преодолеть свою карму. Потому что большинство из нас не хочет быть поглощенными истинным «Я». Мы хотим продолжать играть в игры. Мы считаем, что если будем поглощены в истинном «Я», то мы будем одиноки. Нам нечего будет делать. Все развлечения пропадут. Нельзя будет посмотреть телевизор или послушать музыку. Не будет ни секса, ни друзей. Что заставило вас поверить в это? Вы говорите не об истинном «Я». И это ваше понимание того, что представляет собой освобождение. Освобождение – это когда вы целиком и полностью свободны. Когда у вас нет мыслей. В истинном «Я» нет мыслей. Если бы в истинном «Я» были мысли, то оно было бы не истинным «Я». Потому что истинное «Я» только одно – оно всепроникающее. Когда вас поглощает истинное «Я», это полностью отличается от всего того, во что вы могли когда-либо поверить. Это необъяснимо. Но вы становитесь совершенно свободными, счастливыми и спокойными. Больше нет никого, чтобы о чем-то спорить или из-за чего-то расстраиваться. И это истинное «Я». Вы поглощаетесь в истинном «Я» за счет того, что думаете об истинном «Я». А как же еще? И вы перестаете думать о ваших проблемах, ваших делах, вашем уме, вашей карме. И вы начинаете думать о вашем истинном «Я». Вы практикуете медитацию, которую мы изучили в четверг. И вы никогда больше не признаете мир. Но вы остаетесь поглощенными в истинном «Я». И в это время исчезнет вся карма. И вам больше никогда не придется беспокоиться о ней. Вы просто забудете это слово. Вы больше не будете думать о том, чтобы преодолеть карму. О том, чтобы превзойти карму. Ибо нет того, что нужно было бы превзойти. И это новый этап в вашей жизни. Только на том уровне, на котором находится большинство из нас, мы должны беспокоиться по поводу так называемой кармы. Но когда вы начинаете погружаться глубоко внутрь себя, когда вы поглощаетесь в истинное «Я», тогда это оно и есть. Вот тут вы и попались. Вы больше ничего не должны делать. И мой вопрос к вам таков. Что вы делаете с вашей жизнью каждый день? Какими вы видите вещи каждый день? Нуждаетесь ли вы по-прежнему в том, чтобы мир развлекал вас? Пока мир должен развлекать вас, пока вас не занимает реальность, вы застреваете в карме, и вы каждый день накапливаете новую карму. Оставьте мир в покое. Оставьте людей в покое. Оставьте все в покое. Я не говорю, чтобы вы игнорировали людей и жили в одиночку. Наоборот, я имею в виду совсем не это. Когда я делаю подобное заявление, я имею в виду, что вы должны сделать это мысленно. Мысленно. Если вы начинаете мысленно идти внутрь, то вам никогда больше не придется беспокоиться о физическом. Ваше так называемое физическое тело само позаботится о себе. Вы всегда будете счастливы. Всегда. И это будет настоящее счастье, настоящая радость, настоящий покой. Это не то, что вы думаете. Это полное блаженство. Блаженство само по себе. Почувствуйте торжество покоя. Почувствуйте пустоту. Почувствуйте любовь. Почувствуйте гармонию. Не думайте об этом. Почувствуйте это. Если вы думаете об этом, то вы портите это. Просто чувствуйте это. Оно здесь. Оно повсюду. Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Я знаю, почему вы не задаете вопросы. Вот кого вы боитесь. Роберт нажимает кнопку, расположенную на кукле. И кукла говорит. Ты всегда был таким глупым? Кукла перестала смеяться? Нет, все в порядке. Ну ты и тупица. Больше уже некуда. Смех. Да пошел ты! Роберт, по поводу необходимости преодоления кармы. Никто не возражает против хорошей кармы. Все возражают против плохой кармы. Так что я возражаю не против самой кармы, а против моей собственной реакции на карму. Если я не реагирую и меня не заботит то, что происходит, то нет необходимости преодолевать это. Это не имеет значения, если меня это не заботит, если я не реагирую на это. Конечно, это верно. Таким образом, нет никакой необходимости преодолевать карму. Вы правы. Если нет никакой реакции, то нет и кармы. Когда вы научитесь пребывать в покое, тогда у вас не будет никакой кармы, чтобы о ней волноваться. Но если ваш ум все время болтает, шумит, если он постоянно думает, думает и думает, то самими мыслями он уже накапливает карму. Научитесь успокаивать ум. Держите ум в тишине и покое. И тогда вам не придется беспокоиться о карме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok